Всем привет! Сегодня мы находимся в месте под названием Point Roberts. Это место очень странное, и сейчас станет понятно почему. Как вы представляете себе границу США? Пусть даже границу США с Канадой. Ну, наверное, должен быть хотя бы забор, правильно? Но на самом деле это не совсем так. Вот я сейчас нахожусь в Канаде, а сейчас я нахожусь в США. Конечно, Point Roberts это не совсем обычное место. Дело в том, что этот маленький поселок находится практически в Канаде. Мыс под названием Цавасан, вот сейчас вот там видно, как причаливает паром, который только что пришел из Виктории в Ванкувер, можно сказать. Он находится в Канаде. Но вот эта маленькая часть, она относится к США по чисто историческим причинам. Дело в том, что давным-давно, когда здесь сражались все, кому не лень, русско-американская компания, мексиканцы, индейцы, в это время британцы и американцы решили, что надо заниматься бюрократией, и просто взяли и разделили границу между своими государствами, чтобы прекратить, в общем-то, за нее воевать. И решили они поделить все, что находится к западу от провинции Онтарио по 49-й параллели. И когда происходило это деление, британцы подумали, что остров Ванкувер они планируют заселять, поэтому там граница должна пройти немножечко южнее. А про Пойнт Робертс как-то вот никто не подумал, и то ли была картографическая ошибка, то ли что-то еще случилось. И получилось так, что вот совсем небольшой участок земли находится на небольшом полуострове, полностью отрезанной от США, и по сути на территории Канады. Конечно, стоит сразу сказать, что границу я переходил не здесь. Здесь граница есть на дороге, там нормальный контрольно-пропускной пункт. А здесь, чтобы люди не гуляли туда-сюда, на столбе висит камера, и если вдруг кто-то перейдет, тогда будут ловить, будут искать. Но кому это здесь надо? Тут все равно никуда не денешься из этого Пойнт Робертса. По переписи 2020 года в поселке проживало всего около 2000 человек. Сейчас, наверное, и того меньше, потому что во времена пандемии жизнь здесь была совсем не сахаром. В поселке есть небольшой аэродром, есть достаточно большая бухта, в которой можно парковать свои яхты и лодки, но на этом общественный транспорт заканчивается. И, например, даже дети, начиная со средней школы, ездят учиться в школу в штат Вашингтон на автобусе каждый день, 50 минут в одну сторону, и это только благодаря тому, что их не останавливают на границе. Субтитры создавал DimaTorzok В самой южной точке полуострова есть тропа, которая называется The Whale Trail, ну, то есть, по-русски говоря, китовая тропа. И отсюда, говорят, есть очень хороший шанс увидеть китов, прямо плещущихся в море. Но я не знаю, что мы сегодня увидим. Пока что мы видели только морского котика. Если верить Википедии, то всего 30% домов населены большую часть года. Все остальное это, в общем-то, дачи для канадцев, которые приезжают сюда летом в хорошую погоду и... не знаю, чем тут занимаются. Ходят на пикники, жарят котлеты, пытаются увидеть китов. Помимо пенсионерского образа жизни и умиротворения, наслаждения природой, не стоит забывать, что это еще и штат Вашингтон, и в этом штате нет подоходного налога на уровне штата, есть только федеральный. Поэтому, например, такие известные в России ребята, как Павел Буре и Александр Могильный, во время своей игры за Ванкуэр Кенекс, на самом деле жили здесь, в США. Такая вот история. Природа, конечно, какая-то страшная. Совы нападают на людей. Моллюски настолько токсичные, что даже по-русски написали, что не надо их есть. Какие-то тут кустарники такие, что на обратном пути надо будет ботинки почистить. Вот об эту штуку. Ладно, рискнем. В Канаде нельзя гонять гусей, а в Штатах нельзя гонять орлов. Ну, вообще гонять либо тех, либо других, это очень плохая идея. Они и те, и другие сильные и наглые. Ну, собственно, как наш пёс. Конечно, уж насколько в Ванкуэре немноголюдно, но тут прям совсем никого. Вот прям совсем. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Еще, конечно, интересно разобраться, чем живет Пойнт-Роберт, за счет чего эти две тысячи людей здесь выживают. Если кратко, то непонятно. Здесь есть один магазин, здесь есть один ресторан, одно кафе, одна начальная школа, один детский сад, штук шесть заправок, и я не знаю, сколько точно, наверное, с десяток всяких пунктов выдачи заказов, пунктов приемов посылок и тому подобных историй. Собственно, основной повод сюда съездить для тех, кто живет в Ванкуэре и людей не настолько богатых, чтобы иметь здесь дачу, это съездить и получить посылку. И это ровно та причина, окей, одна из причин, почему мы сегодня здесь. Потому что, если в США есть какая-нибудь распродажа или просто какой-то товар, который официально не ввозят, его можно просто заказать на адрес Point Roberts, потом приехать и забрать. Да, на въезде в Канаду есть таможенные пошлины, достаточно строго это все контролируется, но если сумма заказа не очень большая, то это бывает весьма удобно. Мэйпл Бич Парк, поедем? Давай. 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 Спереди видно флаг Канады, не тот, который вблизи нас на здании, а вот которые за небольшим заборчиком, и это действительно Канада, мы снова приехали к границе. Чем больше мы тут ездим, тем больше видно указателей пляж, надписи на домах Beach House. Возможно, серьезным источником доходов является еще туризм, потому что вот Bask Inn, на карте его нет, но видимо это какой-то гостевой дом или отель. И спереди на карте показано, что есть Maple Middles Inn, тоже отель. Возможно, вместо поездок на юг, ну в принципе это юг от Ванкувера. Люди ездят на юг, на море, летом, когда жара. Все, все, будет провод суживать по крыше. Продолжение следует...